Как сообщает РБК, в Москве возбудили дело после видео с сожжением Корана. Подозреваемого сейчас ищут. Видео, на котором запечатлено сожжение Корана у Белого озера на востоке столицы, было опубликовано в ТикТок, после чего распространилась в Телеграм. Кадыров осудил ролик. Полиция Москвы возбудила уголовное дело после сожжения Корана у Белого озера на востоке столицы, сообщила ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по городу. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, установление и задержание подозреваемого, сказали там. Видео, на котором запечатлено сожжение священной книги мусульман, было опубликовано в ТикТок на этой неделе, оно было подписано «Москва для русских», затем ролик распространился в Телеграм. Канал Астра накануне сообщил, что полиция начала проверку по части 1 в статье 148 УК «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя видео, написал в Телеграм-канале, что волна надругательства над Кораном дошла до России. Он назвал ролик провокацией, которая не нужна ни мусульманам, ни православным. Как утверждает глава республики, технари уже установили, что видео было отправлено на Украину, прежде чем его стали распространять в мессенджерах. Кадыров также счел подозрительным появление ролика после того, как решился вопрос со строительством мечети в Москве. В начале апреля мэр Сергей Собянин объявил о своем решении перенести строительство мечети в Касино после обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфти в России Равилия Гайну Дина. В конце февраля издание «Ридус» без ссылки на источник писало, что в Касино Ухтомском районе рядом со Святым озером собираются построить мечеть на 60 тысяч человек, что вызвало протесты местных жителей. По словам Собянина, мечеть площадью 2500 квадратных метров возведут недалеко от метро Касино. Как вы считаете, кто связан с сожжением Корана в Москве? Обязательно напишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео в социальных сетях и подпишитесь на канал. Мы будем следить за новостями.